Пластик практически не разлагается в природе. Об этом хотя бы раз слышал каждый ребенок, но далеко не все взрослые знают, что в связи с этим можно и нужно предпринять. А должны. И чем раньше, тем лучше. Уроки чистоты ежегодно проводят представители госантехнадзора Московской области. В этот раз о правилах сортировки мусора смогли узнать третьеклашки из церковской школы. Вот скажите мне, куда вы выбрасываете этот мусор? В мусорный бак. Да, в мусорный бак, который установлен в контейнерной площадке. А потом в мусоровоз. Сначала выбрасываете мусор вы, потом за этим мусором приезжает специальная машина, большая, куда загружается весь этот мусор. И дальше эта машина едет на полигон. Сейчас на территории Московской области будут строиться новые современные мусороперерабатывающие заводы. А также теперь вводится такое понятие, как сортировка мусора. Особый синий контейнер уже можно увидеть на многих площадках в городе Щелково. Он предназначен для мусора, который подходит для переработки металла, бумаги, стекла и пластика. Однако недостаточно просто запихнуть отходы из подходящего материала в контейнер. Есть несколько элементарных мер, чтобы сделать переработку мусора более эффективной. Так, например, нужно уменьшить объем бутылок и пакетов, чтобы увеличить количество ввозимых ТБО. Как показала практика, справится даже ребенок. Ученики Серковской школы быстро догадались, в чем тут фокус. Когда мы просто сняли крышечку, объем этой бутылки уменьшился. А вот теперь представьте, что вот это мусорная машина, куда загружается ваш мусор. И вот если вы дома не снимете эту крышечку, то очень мало мусора поместится в эту машину. И придется этой машине несколько раз вывозить этот мусор. Они не разлагаются. Мусор надо утилизировать для того, чтобы было больше места в мусоровозе, в мусорном баке или в ведре. И чтобы можно было бы закинуть его туда больше и утилизировать его. Алексей уже знал, как правильно утилизировать пластиковые бутылки. Его научили родители. Все же экологическая этика начинается с семьи. Все большему числу ребят с каждым годом прививают бережные отношения к будущему окружающей среды, отмечает и представитель Адмитехнадзора. С каждым годом ребят, которые знают, как уменьшить объем мусора, становится все больше. И сегодня мы видели, что два мальчика сразу скрутили крышечки с пластиковых бутылок и уменьшили объем мусора. Также Андрей Царев поделился с третьеклассниками и другими проблемами, находящимися в ведении Госадмитехнадзора, поддержать безопасность ребят на спортивных и детских площадках. Призывал следовать правилам поведения информационная доска, с которыми сейчас установлена в каждой игровой зоне. А также немедленно сообщать, если заметят опасные элементы, например, сломанные конструкции, незакрепленные футбольные ворота или качели не на цепи, а с жестким подвесом. Ответственность за безопасность детей, конечно же, лежит на взрослых. Однако воспитать в подрастающем поколении неравнодушие к миру, который их окружает, тоже дорогого стоит.